Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про яйца. А конкретно, так яйца надо варить или лучше есть сырыми? Сколько яиц можно в день? Есть только желтки или белки? Важные сведения о желтках. Про холестерин и питательные вещества. Про вред и пользу яиц. И какие яйца надо покупать, а какие категорически нельзя. Чем вреден гоголь-моголь и с чем сочетаются яйца лучше всего? А также сальмонелла и защитный барьер желудок. Как уберечь себя от попадания в организм сальмонеллы? Итак, в сыром яйце содержатся все питательные вещества, которые только существуют, что называется, на планете. Все, что может быть необходимо и требуется организму. Фактически в готовом виде. Сырые яйца предпочтительны, если мы говорим о потенциальной пользе, так как при варке и жарке разрушается большая часть питательных веществ. И если уж варить, то не доваривать, но об этом чуть дальше я поясню. А вот при высоких и длительных термообработках белок яйца сворачивается полностью и возникает полная необратимая дентурация белка, то есть разрушение первичной структуры белка. О полном составе яиц я говорить в этом видео, конечно, не буду. В этом нет никакого смысла. Вообще никакого. Так как все, что бы вы ни назвали, все в яйце есть. Состав абсолютно полный и уникальный, поскольку из яйца, как вы сами прекрасно понимаете, если оно оплодотворено, может сформироваться, расти и родиться живой цыпленок. То есть в нем есть вообще все необходимое для построения всех органов и тканей и для всех биохимических реакций и процессов. Но вся польза яйца именно в желтке. Об этом я говорил своим старым зрителям еще 10 лет назад. Ну и, конечно, остается очень важный, по крайней мере для меня, вопрос этики. Ну и этот вопрос решаем. Далее я поясню, как решил я лично этот вопрос для себя. По составу лишь скажу, что из дефицитных для большинства людей в наши времена веществ в яйцах есть омега-3, ЭПК и ДГК, полиненасыщенные жирные кислоты, да? В12 витамин, витамин Д3, ну и, конечно же, холин, витамин В4, который очень важен для хорошей памяти, так как из него синтезируется важнейший нейромедиатор ацетилхолин. И для хорошей памяти, сообразительности, аналитического мышления развитого, он очень важен. А не только витамин В12. И подчеркну, пожалуй, особую роль лютеина для зрения и не только. Ну ладно, еще пару слов о лицетине скажу, который жизненно важен и для мозга, и для печени. Ну а про цинк, селен и прочие важные минералы говорить не буду. В яйцах все это есть, само собой. Но все те яйца, которые большинство людей покупают в магазинах с промышленных птицефабрик, напичканы гормонами, антибиотиками и другой химией, и это же очевидно, и это надо знать, как можно покупать такие яйца. Не говоря уже о том, что Китай сейчас массово начал клепать химические подделки, суррогаты под яйца, об этом и по телевидению не раз показывали. До чего только не дошла промышленная химия и подлость человеческая. Просто диву даешься. И про ГМО я говорить не буду, а ведь ГМО-яйца уже есть. Я об этом лично знал. От одного человека, кто был в теме, абсолютно. И лет как 7-8 уже поставляются в нашу страну. Фермерские же яйца отличаются от промышленных мало. Кормата и методы те же. А деревенские и даже от курс свободного выпаса, внимание, они подкармливаются заводчиками, промышленными комбикормами. Почти все заводчики это делают. Для экономической выгоды от повышения производительности кур в своей яйценоскости. И что получает тогда потребитель, вы, покупатели? Ту же химию? А поскольку в составе комбикормов промышленных добавляется генномодифицированная кукуруза либо соя, всегда, то все это через кур переходит в яйца. Есть пословица «мы то, что мы едим». И куры есть то, что они едят. И яйца формируются из того, что едят куры, не так ли? Есть, конечно, отдельные граждане, которые кормят своих приусадебных кур не промышленными, а своими комбикормами, ну это кто заморачивается, или просто зерном. Но вот каким зерном? На чем выращенном? Чем обработанном? Понятно, что уж точно не био, иначе бы такие яйца стоили бы ни в два и ни в три раза дороже. Только по этой причине. Кто-то из вас скажет, что я сильно заморочен, зациклен. Нет, это вы слишком сильно расслаблены. И от такого вашего расслабления ваше здоровье точно не прибавится. И не удивляйтесь тогда росту заболеваний. Ведь от качества вашего питания напрямую зависит качество и продолжительность вашей же жизни. Но вернемся к пищевой ценности, а именно к желткам. Сырые желтки полностью усваиваются организмом человека и не вызывают никаких аутоиммунных и иных воспалительных реакций, несмотря на то, что в желтках тоже есть белки, но правда низкомолекулярные в основном в виде аминокислоты, таких полипептидных участков белковых цепей, а не как белок высокомолекулярный, разумеется. Тем не менее, вареные желтки усваиваются не полностью. Некоторые вещества там разрушаются. И вот чтобы этого не было, лучше не держать температуру приготовления выше 60, максимум 65 градусов. А вот с белком сложнее. Диферамбы, альбумину, я петь не буду. Если интересно, посмотрите вот это мое видео, яйца от Адая, где я разобрался более досконально. Знаете, кто не знал, что все питательные вещества, их десятки и даже сотни, содержатся именно в желтке. То есть желток – это набор питательных веществ. Им даже поднимают мальков многих видов рыб в аквариумистике и промышленном рыбоводстве. А белок – это всего лишь белок. И более ничего. Пусть даже диетологи считают его идеальным. Но все же он высокомолекулярный. Знаете также, что плохой холестерин в крови именно из желтков яиц не поднимается. А поднимается он от избытка сахаров в питании и нарушения работы печени. Знаете также и то, что холестерин в желтках, а холестерин – это что такое? Это животный жир. Сбалансирован фосфолипидами, тем же холином, которые и снижают холестерин. Вернее, держат баланс между липопротеинами низкой плотности и высокой. Вполне можно есть до 3-5 желтков в день, если, конечно, в вашем питании присутствует достаточное количество зелени и нет большого количества сахаров, то есть сладкого. Ну, а омега-3 в желтках снижает уровень 3-глицеридов, тем самым снижает риск атеросклероза и последующих за ним иных сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо питания, желтки яиц применяются в косметологии как средство от ожогов, для мытья головы, в старину применялись для изготовления долговечных кирпичей и кладочных растворов. Есть такой продукт, придумка человека, многим хорошо известный гогль-могль, который делают из сырых желтков и сахара. Но по двум причинам я категорически не рекомендую это делать и есть. Во-первых, из-за сахара, и во-вторых, из-за окисления жиров при взбитии желтков с сахаром. А вот с авокадо, с зеленью яйца есть очень хорошо. Или отдельно желтки. Это идеальное сочетание. Яйца почти незаменимы при кето-питании из-за ценных жиров и других нутриентов желтка. Калорий в яйцах мало, сахаров практически нет, можно сказать, нет вовсе. И это и вправду продукт диетический, если бы он еще был натуральный, как это было лет, скажем, 500 назад. И потому, потребляя такие яйца, а именно таких я сейчас вам кое-что поясню, не будет никаких проблем при соблюдении общей калорийности всего съедаемого за сутки и при небольшом количестве съедаемых за сутки сахаров. Смотрите в этой связи мои лекции «Инсулинорезистентность и калории». Ссылки будут в описании под этим видео. К тому же, при ежедневном потреблении яиц в первой половине дня с зеленью и при отсутствии в рационе сахаров есть вам перекусывать вообще не будет хотеться. И переедание станет невозможным. Тогда и излишний жир, у кого он есть, уйдет. И висцеральный, и подкожный. Вот вам в этой связи мое видео. Отчего же всегда хочется есть? И второе. Почему нельзя есть после 16.00? Абсолютное полное научное обоснование. Смотрите. Конечно, лучше есть желтки или яйца в первой половине дня, но не позднее 16.00. Если вы будете есть яйца целиком, то советую есть яйца в смятку. То есть, когда белок сварился, ну не очень сильно, но при этом желток оставался бы еще жидким. Тогда сохранность питательных веществ будет максимальной. Ну а скоро я расскажу вам про сальмонеллу, чтобы вы знали о ней все. Кратко и четко поясню. А сейчас кое-что о нашем производстве яиц я вам хочу поведать. О качестве, уникальности этих яиц и этических важных вопросах. А также о том, как эти яйца такие, которых нет ни у кого, потому что никто так не заморачивается. Просто в России, я думаю, в мире нет. В чем же уникальность и этичность этих яиц? Чем же обусловлена эта цена? За что, собственно, вы платите? Ну, те, кто захочет приобретать и приобретает такие яйца. И почему вам стоит есть яйца? Именно от наших кур. Первое. Абсолютная экологичность. У нас не применяется никакой химии, то есть вообще никакой. Из-за места расположения нашего хозяйства, из-за наших принципов абсолютных, из-за знаний, из-за особых условий содержания и кормления наших кур. У нас нет химии ни в каких строениях, ни на территории, вокруг лес. И наши яблони-грушовые сады. Мы применяем только биокорма для наших кур. Нет никаких промышленных добавок и промышленных комбикормов. Мы используем уникальные по своему составу дорогие качественные корма, типа семян амаранта, конопли, пшена. Даем биокапусту, крапиву и другие дикоросы. Это помимо спельта и чменяк, кукурузы, тоже органической и не ГМО, подсолнуха, гомаруса, которые мы получаем с северных Уральских озер и прочих. И все это био. Да, даем клюкву, бруснику, заготавливаем их впрок, замораживаем на лето в морозильных ларях своих. Второе. У наших кур свободный, вольный, пастбищный выпас. Их жизнь вообще без ограничения свободы в нашем яблоневом саду на 2 гектара. Нет никаких электропастухов, а есть дорогие стальные заборы, ограды 2 гектар. Это дорого, но это вопрос принципа. Ну, для защиты от хищников ведь это необходимо. Третье. Курятники сделаны из толстого соснового бревна и покрыты только глиной, гончарной глиной. Никаких других пропиток нет. Кровля доска. Нет никакого ОСБ, никакой фанеры проклятой, никакого линолеума, то есть всего того, что выделяет формальдегид, диоксины и фенол, если вы об этом не знали. Да-да, и ОСБ, и фанера любая выделяет. И медленно травят и животных, и людей, а через яйца и вас, кто ест яйца с тех хозяйств, которые используют вот эту химию в жилищах и обиходе кур. Так делают все куроводы практически, обустраивая гнезда, например, чтобы яйца не разбивались, линолеум подстилают, да? Или аналоги химические. Гнезда из чего делают, а у нас сделаны из высококачественной сосновой вагонки, ну, имитации бруса, с покрытием воском и прополисом, так называемым лоскутным воском. Поилки и кормушки наши сделаны из пищевой нержавеющей стали. Трубопровод от колодца и от лесного богатого гуминовыми кислотами озера проведен. Трубопровод из нержавеющей стали, чтобы не было никаких даже ПНД и других полипропиленовых, там, пластиковых труб. Четвертое. Уникальный состав наших яиц и, главное, желтков. Например, витамина 3 в 5-6 раз больше, чем у фермерских, не говоря уже о магазинных. Пищевая ценность из таких яиц огромна. Эти яйца, дорогие товарищи, точно такие же, по сути, как те, что люди когда-то, наши предки, ели лет, скажем, 500 назад. Ну и пятая этика. Яйца эти наши от наших кур неоплодотворенные, так как содержание кур от петухов у нас идет раздельное. Все петухи наши живы и ни один не пошел и не пойдут никогда на убой, а будут жить столько, сколько им отведена природа. А это дополнительные траты, как вы понимаете. Более того, ни одну курицу мы не убьем, когда они перестанут нести яйца, то есть отработают свое, что называется. Ну, по сути, будет пенсия. Говоря об этике, мы не используем никакую костную муку, которую добавляют частные хозяйства и рыбную муку, как это делают все. И это не полный список наших правил и реалий. Можете, кстати, приехать к нам в хозяйство в Пушкинские горы Псковскую область и сами все увидеть. Итак, подведя итог, покупая яйца от наших кур, вы можете быть уверены в том, что вы не убиваете жизнь, для кого это важно, так как эти яйца не оплодотворены. Вы можете быть уверены, что вы не будете участвовать в убийстве курочек, когда они уже перестанут нести яйца, а напротив, можете быть уверены, что они проживут даже дольше, чем прожили бы у других, если бы эти другие их тоже бы не убивали, так как при наших условиях содержания и качестве жизни их жизнь будет долгой. Вы будете также знать, что петушкам не будут рубить головы, так как они не несут яйца и виноваты своим рождением, и что они таковыми родились. Вы также получите сверхпитательный продукт, ну те же желткие яйца или целиком, которые не имеют аналогов по совершенно объективным причинам. В своем видео про яйца я задавал вам, моим зрителям, вопрос, и очень многие люди писали, почем они готовы покупать такого качества яйца. Многие писали по полторы, две, три тысячи, даже три пятьсот. Цену, когда наши куры стали нестись в достаточном для продажи количестве, мы поставили изначально две тысячи, потом по возможностям снизили до полутора, и вот сейчас от наших новых кур, а яйца не начали тьфу-тьфу-тьфу нести много, мы смогли снизить цену до тысячи рублей за десяток. И это просто минимально возможная цена, потому что нам просто невыгодно даже по текущим нашим огромным тратам на нашу бескомпромиссность держать эту цену, чтобы она окупала хотя бы зарплаты тех людей, кто все это делает. И я уж не говорю о разовых вложениях, а вложено в это хозяйство по курам ни один, ни два, ни три миллиона, а гораздо-гораздо больше. А в этой связи я хочу к вам обратиться следующими словами. Поддержите мое очень хорошее, честное, этическое начинание. Покупайте яйца от наших кур, потому что продажи сейчас гораздо меньше, чем мы полагали, анализируя мое то, прошлое видео, где я задавал людям вопросы, почем и как они готовы покупать эти наши яйца с нашими вот такими жесткими, бескомпромиссными принципами. Поддержите наше куриное хозяйство, ибо тогда оно будет просто убыточное, это все-таки живые существа. И я надеялся на разум людей, и на то, что люди все-таки сами себе не враги, а получать такой уникальный продукт, который невозможно купить нигде вообще больше, но по-моему это очень важно. Ну а теперь про сальмонеллез, что обещал. Так вот, сальмонелла это бактерии, их всего два вида, бонгори и энтерика, которая имеет шесть подтипов и около двух с половиной тысяч серотипов. Паразитируют они в основном в подвздошной кишке, иммунная система выделяет на их попадание в организм провоспалительные цитокины, так возникают энтероколиты, язвы и нарушение водно-электролитного обмена в кишечнике. В результате диарея, понос, в том числе кровавый и прочие проблемы. Свежие яйца не могут быть заражены изначально, знаете об этом. Даже если сама носительница курицы была больна, являлась носитель. Причина занесения в яйца сальмонеллы это куриный помет на скорлупе. Да, сальмонеллы могут кишить в нашем хозяйстве их нет. По причине изначальной изолированности, что на этой территории новой целины никогда не содержались никакие куры и другие птицы. Но тем не менее, говоря теоретически и практически, сальмонеллы постепенно могут с поверхности скорлупы проникать внутрь скорлупы. Это происходит через несколько дней от того момента, как курица снесла яйцо, который прилип помет куриный, содержащий сальмонеллу. Но при потреблении сырых яиц не обязательно будет заражение. Для этого нужно получить сальмонелл не менее 100 тысяч бактерий за один раз. Или надо иметь пониженную кислотность желудочного сока. Ну, то есть ослабленный защитный барьер. А помните в своих еще старых видео, кто старый зритель и должны помнить, я всегда говорил, желудок это не орган для переваривания мяса или высокомолекулярных белков. А да, в какой-то мере для переваривания высокомолекулярных белков, но как защитный барьер. Потому что вирусы, грибки и бактерии попадая в желудок, с пищей должны убиваться, уничтожаться этим нашим и соляная кислота это защита от попадания к нам в организм и в кровь в дальнейшем как раз бактерии, вирусов и грибков. В организме человека при сильных поражениях сальмонеллы из кишечника они могут проникнуть в кровоток, а далее в мозг и в другие органы. Но это бывает редко. Заражение сальмонеллой может быть вообще от любых продуктов, сырых продуктов животного происхождения. Но не только. Даже через немытые овощи и ягоды тоже сальмонелла может попасть в организм. Так что не только яиц надо опасаться. Тут важны правила гигиены. Разумный подход. Да, конечно, термообработка защитит от сальмонеллы. Но не только. Во-первых, яйца должны быть чистыми. Должна соблюдаться гигиена в хозяйствах. Но можно яйца замочить в уксусе. Для этого нужно взять одну чайную ложку обычного уксуса 9% и развести на 1 литр либо чуть меньший объем воды. И положить их разместить на 10-15 минут. И вы точно не занесете сальмонеллу по крайней мере с поверхности скорлупы при разбитии ее. Только смотрите, чтобы у яиц скорлупа была целая. Можно обработать 6% раствором перекиси водорода тоже с поверхности вы убьете всю сальмонеллу. Но если вдруг они попали внутрь яйца через скорлупу, то хотя бы при температуре плюс 60 градусов надо подержать, ну, допустим, в воде 15 минут и сальмонелла погибнет. А желток при этом не потеряет своих лечебных питательных свойств. Потому в принципе все очень просто. Ничего сложного нет. И не забудьте, дорогие товарищи, что по данным видео будет ссылка на наш сайт, хотя я вам его сейчас называю и уже называл nadgard.ru На сайте в поисковой строке вы можете вбить слово «яйца» и вы увидите яйца от двух видов наших кур. Почитайте, изучите и покупайте обязательно яйца от наших кур. Ну, как, собственно, и другие наши очень ценные и самые лучшие и нужные продукты и другие товары. Ну, вот, пожалуй, и все. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.